Сегодня было апелляционное заседание по делу Сергея Удальцова. Это мера пресечения. Мы надеялись, конечно, что Сергея сегодня выпустят. Но заседание перенесли на 14 число, по-моему, на 11.00. И, кстати говоря, насколько мне известно, заседание также Басманного суда будет 14 числа. Это по продлению меры пресечения. По сути дела нам сейчас практически ничего не известно, потому что у адвокатов взяли подписку о тайне следствия. Они не имеют права разглашать. Мы только знаем, что Сергея пытаются привлечь к уголовной ответственности за его поддержку. Ребят, которые еще не осуждены, сидят в СИЗО. У них идет суд в Екатеринбурге по делу марксистского кружка уфимского, так называемого. Там они изучали работы Владимира Ильича Ленина, Маркса и так далее, цитировали их. И вот за это, насколько мне известно, им инкриминируют статью, связанную, не помню точно номер, в общем, террористической направленности. А так как Сергей выступал в их защиту, то им Сергея посчитали, что он выступал в оправдании терроризма. Но будем ждать решения судов, работы адвокатов. Надеемся, сегодня множество депутатов, включая Государственные думы, разных субъектов федерации, законодательных собраний, городов, подписали в пользу Сергея поручительство. Вот как раз надеялись, что эти поручительства, это являются мерой пресечения по нашему законодательству. И, соответственно, мы надеялись, что, может быть, его под эти поручительства и выпустят, потому что все-таки люди, уважаемые, за него поручились. Но пока вот решение никакого не принято. Будем надеяться, что все это, суд разберется, и мы Сергея все-таки встретим на свободе, как говорится, что его суд признает невиновным. Хочется надеяться на такой исход. Продолжение следует...